Заморозить цены предлагают и на лекарства. В общественной палате области прошло расширенное заседание совета, на котором обсудили обеспеченность населения медицинскими препаратами. Согласно мониторингу общественников, некоторые лекарства подорожали в 10 и более раз. Так, популярность среди пенсионеров стриптоцит вырос с 3 рублей 50 копеек до 35 рублей. Такого роста стоимости нет даже на продукты. Причем подорожали именно популярные лекарства, в том числе и противоаллергические. Что касается граждан с редкими заболеваниями, то некоторые остались вообще без бесплатных препаратов из-за высокой стоимости. А более дешевые аналоги оказались неэффективными. Так, по словам общественников, в регионе не состоялись уже вторые торги на покупку препаратов для больных муковосцидозом, наследственным заболеванием, которое поражает органы дыхания, поджелудочную железу, печень и желчные пути. Ни один из поставщиков не согласился поставить лекарство по заявленной цене в 500 рублей. Сейчас этот препарат стоит 800 рублей, и больные вынуждены покупать его сами. Ну вот некоторые лекарства говорят, ну что там особенного? Ну стоило оно там 6 рублей, ну а теперь 12. Ну вроде в денежном выражении это немного, но с другой стороны на 100% наценили. Заметили ли саратовцы резкое увеличение стоимости лекарств и какие таблетки исчезли из их домашних аптечек? Ответы на эти вопросы мы искали на улицах города. Ну у меня ничего не исчезло. Вы знаете, я вообще практически ими не пользуюсь, только народные средства. Нет, не покупаю, я веду здоровый образ жизни. Я абсолютно не употребляю лекарства, потому что я здоров. Не исчезли, просто не покупаем. Дорого, потому что вот такие, которые жизненно необходимы, конечно, берем. Жалко, дорого, но берем. В основном аналоги, если дорогие лекарства, то аналоги. Я инвалид второй группы, и я пользуюсь лекарствами, которые мне выдают бесплатно. Покупать все равно будем. Куда деваться? Не умирать же. Жить хочется.